МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вас святая служба информации телерадиокомпании Гомель. У студии працу Александра Гамоля. Глядите в этом выпуске. Рациональное выкористание участков и наведение парадки на землю. Сегодня у Гомеля подвели выники работы головного управления землеупорадкования. Олимпийские надеи. Сегодня областным центром ушановывали пятиборок. Чемпионок света Вольгу Силкину и Ирину Просянцову. Подрыхтовка до армейской службы. Сегодня распочалась областная спартакеяда по программе зимового шматборья оборонца Айчины. А сейчас об этом и иншим больше подробно. Створение интернет-портала с банком даденных земельных участков, утягнение у господарший оборот новых территорий, наполнение Е-портала земельно-информационной системы. Сегодня у Гомеля подвели выники летней работы головного управления землеупорадкования гомельского облака Анкама и удоклонили задачи на этот год. Загученными даденами ознайомились наши корреспонденты. А мальше 13 тысяч гектаров утягнутых у оборот потенциально у родливых земель. Утым легко около 10 тысяч сельско-господаршего призначения. Большое споседжение коллегии, которое проходит в режиме видеоконференции, анализуется у всей нюансы работы землеупорадковальной службы. За минулый год отрымалося шмат, але и проблемы застаются. Прикладно кожный третий гектар, який може приносить прибыток, пот рабоя значных капитальных укладанёв. Недзе необходно спочатку знести побудовы, недзе древы. Яши одна проблема звязана с самими участками. Некоторые из них настолько невеликие, что сельско-господаршая техника сюды просто не трапить. А займаться лесопосадками нерационально. Что тышится насильництво, то летость люди погодились взять только 1% свободных площадь. Мы не можем навязать земельный участок гражданину либо юрлицу, чтобы он его взял и обрабатывал. Это должно быть добровольное желание либо человека, либо юридического лица заниматься землёй. Как правило, и люди, и юридические лица хотят взять земельный участок подготовленный, качественный, то есть хорошую пашню. Кроме того, их интересует ровная конфигурация, хорошие подъезды, удобное местоположение от их центра, либо местоположение сельскохозяйственной техники. Государственные сельхозпредприятия не всегда могут в больших объёмах принять дополнительные земли, потому что, собственно, для этого нужно обеспечить наличие как трудовых ресурсов, так и техники. Разом с тем, возникающие питанье, нияким чином не отменяются головные задачи – максимальное утягнение у оборот свободных земель. У областной земли в практиковальной службе практикуются разные варианты, в том, как с использованием интернет-могичностей. На геапортале земельно-информационной системы можно увидеть любую территорию, которая интересна потенциального покупника. А про шатого в Гомельской области створили интернет-портал с базой даденных свободных участков. Мы создали интернет-портал, в сети интернет, который позволяет в онлайн-режиме заниматься решением тех или иных вопросов. Я скажу, что аналогов в республике подобному порталу нету. Мы там постарались сконцентрировать все направления, в том числе создали в прошлом году банк данных земельных участков. Потому по любому направлению, желающий найти земельный участок, может его там найти. В минулом году заукционов реализовано свыше 200 земельных участков, что дозволило пополнить бюджет больше как на 3 миллиона рублей. У банку даденных зараз наличивается омоль 5 тысяч участков. При том, что в Шарзе на индивидуальное жилевое будовниство находится 2200 человек. Если мы знаем, что в условном районе застройки города Гомеля имеется спрос на земельные участки, имеется серьезная цена на эти участки, мы там эти участки подбираем и выставляем на торги, потому что мы однозначно знаем, что они будут проданы. Если же участки могут быть не проданы, и мы видим, они там не будут истребованы, просто так мы эти документы не оформляем и на аукцион не выставляем. Среди других актуальных задач на этот год – державный контроль за оховы и выкрыстанием земель, а так само наведение парадку на их. В первую шаргу гэта тычится живелогадовщих объекту и прилегающих до их территорий. Плюс проведение инвентаризации радиации на небеспечных земель, які ранее были выведены сельскохсподарчих оборотов. Олег Санцюров, Ольга Коновалова, Йоген Макинка, Телерадо, компания «Гомель». Выники работы за минулый год сегодня подводили у прокуратуры Гомельской области. Коллегия пройшла под старшинством керавника регионального ведомства Виктора Морозова. У делу размове так само принял наместник генерального прокурора Республики Беларусь Алексей Стук. Продуктивно, не глядяши на напруженность, такую оценку в работе ведомства за минулый год дал прокурор Гомельской области. Мы работали с очень высокой нагрузкой. Прокурорами рассмотрено 7 тысяч обращений граждан. Больше 23% из них удовлетворены. Мы поддержали обвинения по 6 тысячам уголовных дел. И это всего лишь на 200 сотрудников оперативного состава. А кроме того, на належном узровне ввелась наглядная деятельность органов прокуратуры и профилактика правопорушений. Вокруг ситуация в регионе наступная. Колькость зарегистрованных злочинств в управнании с 2018 годом взросла на 17%. Это связывает с тем, что частей узбуджались справы по фактах хулиганства и протягнением до криминальной отказности без належной доказной базы. На территории в области в минулом году зарегистровано меньше забойствов и крадежов. Темчасом, за лишняя доверливость наших грамадян дала волю злочинцам в сферы высоких технологий. Подманным шляхом махляры списывают гроши с банковских карток и рахунков мобильных телефонов. В области зарегистровано 1700 подобных злочинств. Профсоюзные правовые приемы пройдут с 30-го студеня по всей краине. Больше как 100 юристов Федерации профсоюзов разъедутся по регионах Беларуси, чтобы оказать правовую допомогу грамадянам. Всех жадающих проконсультуруют по вопросам, связанных с обороной працанных правов и социально-экономичных интересов. Нагадаем, 28-го студеня уступил усилу новый Працовный кодекс. Инициатором изменов многих артыкулов выступила и Федерация профсоюзов. У обновленной законопроекту включены нормы по узмацнению обороны правов працовных. Профсоюзные юристы готовы дать тлумачение по усих нововядзениях. У сферы уваги правовых инспекторов так само новая система оплаты працы работников бюджетных организаций, уведенная с первого студеня. Про месяц и час проведения юридичных консультаций можно доведаться на интернет-портале Федерации профсоюзов Беларуси. Шлях на Токио сегодня у Гомеля ушановили пятиборок. Чемпионок света Вольгу Силкину и Ирину Просянцову. Мероприемство отбылося в управлении внутренних справ Аблвыконкама. Спортсменки стали владельницами именных лицензий на 32-е летние олимпийские гульни 2020 года, які отбудутся у столицы Японии. Обязвие девчины в выхованке Гомельской издюшар номер два. От Гомельской областной организационной структуры спортивного товариства «Динамо» они отримали мониторы сердечного ритма. Гаджеты, по словам самих спортсменок, допомогут у подрыхтовцев до головных стартов четырехгодя. Дарыши про сами такийские гульни, девчины покой не думают. К олимпиаде мы не готовимся, мы не готовимся к другим стартам. К олимпиаде немножко попозже будет подготовка. Ближайший старт у нас сейчас первый этап Кубка мира будет в Каире через месяц. Забавляли научные проекты для пожилых людей, ладили сегодня у Центра биоспеки житодейности и взаимодействия с громадкостью в Гомеле. Ягум это нагадать уделникам о правильных деяних подчас надзвучайной ситуации. За падение назирала Ганна Коральчук. Пожилые люди – одна из самых уразливых категорий насельництва. Как попередить несчастные выпадки за худелом, гомельские выротовальники вырошили организовать специальное научное мероприемство для пенсионеров. На его запросили наведовальников Центра социального обслугования всех районов Гомеля, а так само ветеранов пожарной службы. По принципу ровный научая ровного, былые выротовальники могли подать добрый приклад остатним удельникам и допомогчу в выращении заданий. Первым стала интеллектуальная гульня, связанная с эпохой СССР и правилами беспеки життедейности. Достаточно большое количество пожаров происходит именно с людьми престарелого возраста, потому что возникают физиологические проблемы. И, естественно, мы напоминаем о том, как преодолеть, какой прибор поможет им обнаружить возгорание, естественно, как действовать, по каким телефонам вызывать спасателей. То есть, еще раз напомнить тот алгоритм действий, прежде всего, который позволит предупредить, но если уже произошла беда, как грамотно и четко реагировать на чрезвычайную ситуацию. А кроме того, для гостей працевали иншие пляцовки. Представники червоного крыжа вымирали артериальный тиск и вызначали узровень цукру в крови, а так само давали парады по захованию здоровья. В учениках колледжа бытового обслугования робили пожилым людям прически. Жидающие спевали вядомые песни у караоке Беспеки и гуляли у пожарное домино. Я впервые на таком мероприятии пришла и удивилась, как хорошо все организовано. Нас встретили с удовольствием. Приятные бонусы в виде парикмахера бесплатного. Измерить давление. Смерить сахар в крови. Мы сейчас послушаем какие-то интересные сообщения. Думаю, что все, кто пришел сегодня сюда, наверняка останется довольным. Далее у всех запросили на экскурсию в музей пожарной справы, где знакомились с историей развития выротовальной службы. А пошни, але самый запоминальный этап, практичны. Под час эстафеты пожилым людям пропоновали опрануться в костюм выротовальника и потушить у сгорания с допомогой в огнетушителя. Такие научные проекты реализуются в першиню и проходят в рамках республиканской акции Беспека у Кожный дом. Ганна Коральчук, Евген Макеенко, телерадоакомпания Гомель. Подрыхтовка до армейской службы. Сегодня у Гомель распочалась областная спартакеяда по программе зимового шматборья оборонца Айчины. Стральба с пневматичной винтовки, потягивание на перокладине, бег на три километры. За перемогу на трех пляцовках у двух взрослых категорах змагаются 25 команд из усяго региона. А это коля 150 юнаков. Десять слепших из них отправятся на республиканскую спартакеяду, якая пройдет у Новополоску с 19 по 21 лютого. Ребята целеустремленные. Здесь даже замечаем, что ребята, которые участвовали в прошлом году, у ребят есть стимул не просто прийти и выступить, а на самом деле показать достойные результаты. Областный этап спартакеяды оборонца Айчины завершится завтра. Заслуженный коллектив Республики Беларусь, ансамбль народной музыки «Бяседа» выступил в Гомельском городском Центре культуры с новой программой. Концертная программа ансамбля – это свой особливый театр песниц с шаргаванием хоровых, инструментальных и сольных номеров. Кожный за поведом об простых житевых справах, людях и их почутях. Вероятно, у этой близкости до человека и крыется сокрыт поспеху коллективу, який кожный раз сбирая полную залу. Музыку дополняют шмат-колерность народных костюмов. Адметной рызой творчести ансамбля заявляется выканальницкое майстерство, якое включая у себя зладженность и высокий профессионализм. «Бяседа» знаменит слухачев с лепшими узорами и маловядомыми жемчужинами музычной спадшины Беларуси, надавающей им особливый характер гучания. Коллектив заявляется лауреатом и удельником многих международных фольклорных фестивалей и святов. Ансамбль «Беседа» с огромным удовольствием всегда приезжает в гостеприимный город Гомель и сегодняшний концерт, конечно же, не исключение. Мы с огромной радостью подарим зрителю, нашему дорогому гомельскому, много красивых песен. Сегодня мы, конечно же, приехали и с премьерами. И всегда вдвойне приятно приезжать на родину, на малую родину, где тебя всегда встречают гостеприимно, радушно. Встречаешь своих близких, родных, знакомых, друзей. Я здесь заканчивал музыкальное училище в Гомеле. Так что мне вдвойне приятно всегда педагогов своих встретить. На Рашихутке коллектив будет святковать юбилей. В наступном году ансамбль «Беседа» исполнится 30 годов. Штормовое попереджение оранжевого здоровья небеспеки объявлено на завтра у Гомельской области. По информации облгидромедцентра 30-го студии, на большей части территории региона чекается мокрый, моцный снег. У многих районах прогнозуется так само моцный ветер с порывами до 15-20 метров в секунду. Температура поветра на протягу суток около нуля градусов. Это и иншие новины. Информация об проектах телерадиокомпании «Гомель» вы можете найти на нашем сайте, в интернете по адресу www.tvrgomel.by На этом выпуск завершен. У студии працавал Александр Гамоля. Усягу вам доброго и до встречи в эфире. Де-факто на телеканале «Беларусь-4» в студии Руслан Габрилев. Здравствуйте. За минувшие сутки спасатели Гомельской области пять раз выезжали на ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Огнем повреждено одно строение и автомобиль. В Гомеле на улице Герцена произошел пожар в гаражном кооперативе. Огонь повредил стены и имущество внутри гаража. Пострадавших нет, причина устанавливается. Есть версия, что это поджог. Не по вине хозяев сгорел и сарай в деревне Караватище Речицкого района. Комиссия по расследованию ЧАЭС полагает пожар вследствие заноса постороннего источника огня извне. Тот же Речицкий район, но на этот раз возгорание в частном доме. В деревне Прокисель пламя повредило потолочное перекрытие и имущество хозяев. Нарушение правил эксплуатации печей и теплогенерирующих устройств – основная версия причины пожара. А это авто, скорее всего, сгорело из-за неисправности проводки или нарушения правил эксплуатации электрооборудования. На территории дачного кооператива «Ритм» пожаром уничтожен автомобиль «Ауди». Пострадавших нет. ГАИ разыскивает лихача, который в социальных сетях выложил видео очередных подвигов на дороге. Автор ролика многократно превысил скорость, подрезал, пересекал сплошную и ехал по встречке. Пользователи сети высказались с осуждением такого подхода к вождению, назвав его чрезвычайно опасным как для самого нарушителя, так и для остальных участников движения. Водитель то и дело создавал аварийные ситуации, проезжал перекрестки на Красный, опасно маневрировал в потоке машин. Сознательных автомобилистов ГАИ призывает не оставлять такие факты без внимания и сообщать об этом в дежурную часть. Это все новости выпуска. В студии работал Руслан Габрилев. Благодарю за внимание. До свидания. На телеканале «Беларусь4Гомель» новости спорта в студии Максим Савин. Здравствуйте. В экстралиге чемпионаты Беларуси по хоккею сыгран очередной тур. Гомель и Жлобинский «Металлург» остались без очков в матчах против лидеров. Рыси перед родными трибунами минимально уступили гостям из Гродно. Единственную шайбу на 33-й минуте в большинстве забросил форвард Немана Артем Левша. Завтра Гомель ждет в гости. Динамо молодечно. «Металлург» также играл дома. И в соперниках был лидер турнирной таблицы. Столичная юность забросила на 20-е и 26-е минутах усилиями Бокуна и Пальчика. Столивары ответили точным броском Дубинина. Итог 2-1. Победа Минчан. Завтра «Металлургу» предстоит домашний поединок против солигорского шахтера. Гомельчане в числе победителей открытого турнира по теннису памяти Альберта Шагиняна. Состязания проходили на кортах областного цора по теннису. Победителем возрастной категории до 12 лет стал Станислав Бульбенков. Также у него золото в паре. В состязаниях девочек у Владислава Манжос также первое место в одиночке и паре. Завтра борьбу за награды мемориала Шагиняна начнут спортсмены в возрасте 14 и 16 лет. Команда Гомельской области заняла второе место на первенстве республики по гребле академической на тренажерах «Концепт» среди юниоров. Соревнования проходили в Полоцке. Гребцы из нашего региона в личных состязаниях завоевали две награды. И обе на счету Владислава Кононкова. Заезде на 2000 метров он показал третий результат на дистанции 5 километров. Четыре команды принимают участие в первенстве области по баскетболу среди девушек в возрасте 13 и 14 лет. Игры проходят в малом зале Дворца игровых видов спорта в Гомеле. За награды спорят дружины из Гомеля, Речицы, Светлогорска и Калинковичей. По итогам состязаний будет определен состав сборной Гомельской области, которая отправится на первенство республики. Отмечу, что команда нашего региона в этой возрастной категории неизменно оказывается в числе призеров республиканских соревнований. Девочки, начиная с 2006 и младше, представлены в области. Очень хорошие тренеры с ними работают. И каждое первенство области проходит в равной борьбе. Это говорит о том, что достойные кандидаты будут защищать нашу область на первенство страны. Девочки очень перспективные. Довольно равный состав получится. Можно будет положиться на любого игрока. Награды первенства республики юные баскетболистки разыграют с 12 по 16 февраля в Витебске. В преддверии соревнований команда Гомельской области отправится в город Береза в Брестской области, где примет участие в международном турнире. На этом пока все. С новостями спорта ознакомил Максим Савин. Оставайтесь на Беларусь 4. Редактор субтитров А.Семкин